На севере Китая в самом разгаре знаменитый фестиваль льда и снега – крупнейший в своём роде в мире. Город Харбин принимает его уже два десятка лет. Наиболее зрелищная картина предстаёт вечером с наступлением темноты. На площади в 80 гектаров чего только нет. Помимо скульптур животных и мультяшных героев, есть здесь мировые достопримечательности. Например, Московская Красная площадь и тайский храм Изумрудного Будды. «Первое впечатление – фестиваль просто огромный. Величественные просторы. Я успел разглядеть российские достопримечательности и большую горку вон там. Хочется исследовать дальше». Секрет успеха – внимание к деталям, яркая подсветка и, конечно, 20-градусные морозы, которые в это время года стоят на северо-востоке Китая. Важна и чистота льда. Его берут из реки Сунгари. В прошлом году на фестивале побывали 18 миллионов посетителей. Это принесло Харбину почти 4,5 миллиарда долларов дохода. «Никогда не был в таком холодном месте. Только что пришлось купить новые перчатки. В целом, я не замёрз, только руки. Очень холодно. У нас в Австралии сейчас плюс 40». Помимо конкурса скульптур, на фестивале и другие развлечения. Это и зимние купания, и хоккей, и лыжи, и катание на велосипедах по снегу. Организаторы говорят, что с каждым годом стараются сделать фестиваль непохожим на предыдущие. «С момента основания фестиваля прошло 19 лет. Для нас это как вырасти из младенцев подростка. Надеемся, в этом году фестиваль будет новым. Надеемся, экспозициями этого года сможем показать миру, что Китай входит в новую эру зимнего туризма». Фестиваль льда и снега в Харбине проходит с начала января до конца февраля. И самый большой наплыв посетителей ещё впереди. Он ожидается через месяц в дни празднования китайского Нового года.